Я прежде всего хотел бы спросить у вас, вот больше года, больше года и месяца продолжается эта дикая, бесчеловечная, невыносимая, казалось бы, война. И сегодня разные мнения звучат. Кто-то говорит, она закончится в этом году, кто-то говорит, она закончится в следующем, а кто-то говорит, вообще непонятно, когда она закончится и закончится ли вообще. Что вы думаете, какие у вас сроки окончания войны? Вы знаете, я уже пробовал один раз давать прогноз, он, к сожалению, оказался не совсем удачным, однако этот прогноз я давал примерно через месяц после начала войны. Я тогда говорил, что вы в этой войне уже победили и что российская армия будет разгромлена к зиме. И тогда все вертели пальцем у виска и говорили, что за безумные прогнозы, но тогда никто не мог представить, что будет успешное контрнаступление под Киевом, успешное контрнаступление под Харьковым, успешное контрнаступление под Херсоном. Параллельно с этим будет провальное наступление российской армии летнее. Говорил я это буквально через три недели, месяц после начала боевых действий. Поэтому я не буду давать прогнозы, которые касаются сроков. Я выскажу свое мнение по поводу характера этого конфликта и прогнозов, перспектив в целом, как мне кажется, этот конфликт будет развиваться. И я выскажу также свое мнение, касающееся тех действий, которые, на мой взгляд, должна предпринять ваша армия для того, чтобы как можно скорее добиться победы в этом конфликте. Вот с вашего позволения так, давайте я поставлю вопрос. Почему я три недели спустя после начала конфликта, месяц после того, как началась эта жуткая, как вы совершенно справедливо отметили, жуткая, невыносимая, кровавая, бесчеловечная война, почему я так уверенно говорил о вашей победе, когда очень немногие, в общем-то, эксперты так оценивали ситуацию? Ну, по ряду причин. Прежде всего потому, что я понимал, что тех сил, тех средств, которые выделены были Российской Федерацией для осуществления их планов совершенно недостаточно, и что вся эта история с началом военных действий – это сплошная авантюра, которая базируется на некой базовой предпосылке, что ваше общество только вот ждет, чтобы победоносная российская армия вторглась в ваши пределы, и румяные украинские девушки с кроваями теплого хлеба будут встречать, так сказать, и в пояс кланяться освободителям, которые пришли с Востока, чтобы освободить вас от нацизма, чтобы вас деноцифицировать. Но, как мы понимаем с вами оба, эта реальность жила только в бредовых фантазиях кремлевского руководства, а реальность была совершенно другая, а реальность была такая, что народ большой европейской страны встал насмерть для того, чтобы защитить свою честь, жизнь, свободу, независимость, достоинство, ну, как-то так, да, свой путь, свою цивилизацию. И вот когда стало понятно несоответствие между выделенными средствами, задачами, планами, методологией этой войны, с одной стороны, и самоотверженности вашего народа с другой стороны, то я сделал вывод, что, в общем-то, эта авантюра кремлевского режима, она провалилась. То есть она имела один-единственный шанс на успешность. Это если бы действительно все, что было затеяно, являлось бы спецоперацией. А в силу того, что это была не спецоперация, а крупная, крупномасштабная, континентальная европейская война, а о том, что такое война, в кремлевском руководстве не имел представления ни один человек, я подчеркиваю это. То есть там был полковник ФСБ, который понимал, что это спецоперация, но что такое война, он не понимал. Вот Леонид Ильич Брежнев, когда-то, да, когда он дорвался до власти, вот он действительно, пока не впал в маразм, он сделал много шагов для того, чтобы достичь разрядки. Почему? Потому что он когда-то прошел через войну, один раз в жизни напугался, понял, что это такое, и вот дальше он действительно, пока он не впал в маразм, я подчеркиваю. А Владимира Владимировича напугать некому было, пока его ваша армия не напугала, но теперь уже поздно, как говорится. Надо было до начала военных действий. Вот, теперь, что касается перспектив, что не хватает для того, чтобы поставить точку в этой, во всей истории, необходима широкомасштабная наступательная операция со стороны ваших войск, которая, вот все время вы говорите о территории, вот мы хотим это освободить, то освободить, вот не так ставится вопрос. Надо не говорить о том, что мы хотим освободить, а надо говорить о том, какой урон мы должны нанести армии противника. Вот в результате вашего контрнаступления нужно делать акцент на том, чтобы армия противника была доведена до состояния небоеспособности. И это можно достичь тремя способами. Либо физическое уничтожение армии противника, частей и подразделений, либо создание различных форм окружений, которые привели бы к тому, чтобы крупные массы войск противника капитулировали, либо дезорганизация системы управления армией противника, так, чтобы возник организационный хаос и невозможность продолжать управлять войсками. Вот это три способа. Иногда они могут сочетаться. Вот это должна быть вашей задачей, к этому должны стремиться ваши вооруженные силы. Потому что то, что произошло... Было три интересных, очень контрнаступательных операции, каждая из которых совершенно иначе строилась с точки зрения оперативного искусства. И каждая из этих операций будет изучаться со временем в офицерских академиях развитых стран, как интересные приемы оперативного искусства. Но в каждой из этих операций, то есть я говорю киевская, харьковская и херсонская, в каждой из этой операций были определенные недостатки, не бывает ничего совершенного, это понятно, но на ошибках учатся. И в каждой из этих операций складывалась ситуация по тем или иным причинам, что определенным массам противника удавалось отойти. Организованно, неорганизованно, это сейчас не важно. Но значительного урона в живой силе вы не наносили. И крупных масс российской армии вы не пленили, не взяли в плен. Соответственно, противник потом мог реорганизовать свои вооруженные силы, пополнить их, людскими резервами, техническими средствами и опять ввести их в бой. Вот вам необходимо нанести такое поражение, которое бы выпустило вот этот воздух из российской армии. То есть типа солидарского поражения окружения армии Пауруса, да? Например, как вариант, да. Например, как вариант. Как вариант. То есть я говорю, что существует... Я говорю, что существует... Ну, опять же, смотрите, я ни в коем случае не хочу в позицию впадать, что я буду залужного учить воевать. Залужный сегодня один из наиболее авторитетных стратегов в мире. Он этот авторитет добыл на поле боя путем успешных действий по защиту своей Родины от страшного врага. Поэтому я же не в том плане, что я, упаси Господи, его хочу учить военному искусству. Но то, что напрашивается вот само... Вот я Крым сравниваю всегда. Он настолько уязвим стратегически, вот как гроздь винограда, протяни руку и сорви. И напрашивается, само по себе напрашивается рассекающий удар в сторону Азовского моря, изоляция сухопутного... Вот уничтожение только сухопутного коридора, впоследствии нанесение огневого поражения по Крымскому мосту. А дальше все очень просто. 150 примерно баз у нас на территории Крымского полуострова. При условии, что вам ваши западные союзники предоставляют соответствующие средства огневого поражения на достаточную дальность, значит, наносятся 10 ракетных... 10 ракет выпускается по каждой базе. Не надо больше. Не надо эту базу стирать с лица земли. Достаточно уничтожить штабы, склады с боеприпасами, станции ПВО, узлы связи, казармы, склады с горящими смазочными материалами. Вот десяток целей на каждую базу. И вот эта вот масса людей превращается просто в массу вооруженных людей. И потом дело техники превратить эту массу вооруженных людей в массу разоруженных людей. И все. И я хочу посмотреть, как российская пропагандистская машина сможет переварить картину, когда в Крыму будут меняться вывески на населенных пунктах и флаги. И когда толпы российских военнопленных потянутся с территории Крымского полуострова вглубь вашего государства. Вот я хочу посмотреть, как российское общество, российская модель управления государством сможет переварить эту ситуацию. Я считаю, что не сможет.